Здравствуйте, дорогие товарищи, привет, друзья! С вами Шаков, и сегодня мы займемся тем, что в гребезде разфигачим одну дутую политическую репутацию. Но начать я хочу с того, чтобы защитить господина Павла Грудинина, замечательного совхозного миллиардера, от нападок нечестных сменей. Ну вот серьезно, ну вот как можно вот этим заниматься? Подсчетом стоимости лыж, на которых Грудинин катался в Австрии? Вы серьезно, блять? Ну хотя бы представляете себе, насколько это нелепо выглядит, когда вы в Телеграме начинаете вот это вот хигачить, что в Телеграме, в Твиттере, вот в таких вот средах начинаете хигачить то, что если у человека на майке шутка про наркотики, то он продвигает наркотики, и таким образом Грудинин через своего сына продвигает наркотики. Вы серьезно, блять? Вот так вот по-вашему в 21 веке в российской политике занимается черным пиаром? Да хоть каким пиаром, хотя бы аналитикой, это смешно. Как можно мочить европейского социал-демократа отдыхом в Европе? Ну это просто не серьезно. Его именно европейским социал-демократом называют самые горячечные сторонники. Вот пожалуйста. Грудинин современный европейский социал-демократ, который с одной стороны апеллилит к социальному бизнесу, допускает частную собственность, но который выступает безусловно в позиции антиколониальной борьбы против той ситуации, в которой находится наша страна. Человек давно действует в Европу, потому что у него там интересы. И это нормально. Люди вообще действуют по миру, и я, например, вот, которую зиму вещаю из Гоа. Ну здесь тепло. У меня, правда, пока нет в президенты. А к логичному вышнику давайте присмотримся поподробнее. Мы товарищем Грудининым занимаемся не в первый раз. И с первых же дней, как он появился на политической сцене, заполнил все совершенно вокруг, особенно на выходных, вот этим своим, значит, бесконечным правдородством. Очевидно, что это один из главных посылок компании. Ну у них вот и слоганы, видите, новые появились и так далее. По-прежнему они со Сталином играют в игрушки. Я, тем не менее, хотел бы сказать, что мы обратили внимание на него сразу, все-таки это левая сила. Исторически так сложилось, что штаб политрукан, это достаточно левая по настроениям организация. Ну, посмотрите за ним и так, а уж после того, как на меня как на лицо набрушились вот эти вот странные комментаторы с визгами, воплями, матами, перематами и всем остальным, я матами боюсь идти нахуй просто все. Но все-таки какое-то впечатление произвело, захотелось ответить. И вы знаете, господин Грудинин нам дает множество поводов это сделать. Вчера Грудинин сдал в цик архи-любопытные документы. Оказалось, что он забыл ввести в свою изначальную декларацию об имуществе. Пять счетов зарубежных, названных самим кандидатом техническими. И, кроме того, обнаружилось активов на 7,5 миллиардов рублей номинала и 5 с копейками рыночной стоимости. Все расчеты, вот если хотите, можете посмотреть табличку и особо дотошно можно предоставить файл. Обратитесь в штаб. К счастью, вот у нас в этом самом штабе, когда я так много говорю, там общаются те, кто способен понять, о чем я в принципе рассказываю. И это, как правило, довольно сообразительные люди. У нас полноспециалистов по любому предмету, и в частности есть один начальник изначительства небольшого банка. Помимо прочего, на отлично защитивший в 2001 году диплом по еврооблигациям рынка ценных бумаг в Европе. Так что, есть кому почитать вашу бумагочку и разобраться в финансо-экономической стороне вопросов. И вот я буквально зачитываю то, что он сообщает. Наглядно, что мы имеем в документ ЦИК РФ, в котором на 08.01.2018 за зарегистрированным кандидатом президента числятся в любой инвестиционной партии. Это потому что, как у каждого нормального коммуниста в родине, на месте инвестиционной партии в Европе. В национальном банке Левчиншкейн. Следующие записи. 200 штук ценных бумаг типа структурная нота. Структурная нота это неэмиссионная ценная бумага, выпущенная имитентом как обязательство в структуре, которой лежат ценные бумаги. 200 штук в нашем случае. Которая привлек имитент, где стоишь денег по долговой расписке. И владелец структурной ноты имеет право и требование заявить в любой момент на эти обязательства. То есть это как версия, отметим для себя. Далее. У Грудинского есть 200 штук ценных бумаг типа еврооблигация. Еврооблигация это очень широкое понятие для долговых имиссионных бумаг еврозоны. Они бывают корпоративными, так и государственными, но суть от этого не меняется. Особенно нам важно заметить вот, что еврооблигация имеет зарегистрированный проспект. Проспект комиссии и, как следствие, свой номер. Называется ISIN. И в документе Грудинскому почему-то, ну, не отражал. Скромно отметим это для себя. И, наконец, судя по этому заявлению, Грудинскому есть 200 штук ценных бумаг типа акцион. Акцион, вы знаете, это переводитель, производный финансовый инструмент, на актив пассив, отложенная сделка по покупке и продаже в будущем. И в данном случае, как мы видим из документа, она 200 штук ценных бумаг. У Шмидери это самые древние штук еврооблигация, о которых речь изначально шла. Сразу давайте отметим два момента. Первое. Вот этот Лихтенштейниш Лендесбанк, который, хрен вы говоришь, это не только привидированный европейский офшор, но и учреждение с изрядно подмоченной репутацией. С изрядно подмоченной репутацией. Но и в годы отгоняло несколько скандалов, вот, связанных с разоблачением систем, ухода от налогообложения и, прежде всего, с помощью Лихтенштейниш Лендесбанк. Прятались от налогов богатые немцы. Скандал настолько подмочил эту репутацию Лендесбанка этого, что руководство стало сотрудничать по поводу налогового мошенничества с правоохранительными службами разных стран, в том числе, например, США. Так что, таким образом, мы имеем на сегодняшний день не только кандидата, у которого в Европе есть загадочным образом оказавшиеся там миллиарды, но и который при этом пользуется банком с репутацией такого. Там история, связанная с мошенничеством в этом Лендесбанке, это как на подбор там коррупция, шантаж, вывод денег, чемоданами, все, что угодно. И, кроме того, из-за того, что банк сотрудничает с американскими спецслужбами, можно предположить, что потенциальный президент может быть их посткомпрометирован этими самыми спецслужбами, и им потенциально способен совершить государственную измену. Но, правда, у нас Грудинин не играет популиста, а Левый Трамп, так что ему такие обвинения, наверное, только в кассу. Значит, второе, я хочу ответить, что вот эта информация, которая подана Грудининам, она в цик подана после официального уведомления об отсутствии иностранных счетов иностранных финансовых инструментов, от той же даты. И в цик это спокойно проглатил. Ну, когда кандидат, конечно, имеет право внести по партии, и еще долго имеет право. Если по партии, сейчас мы поговорим об этом дальше. И данные, которые предоставляются в цик, они вообще носили декларативный характер, это функция вот гражданского общества, грубо говоря. Обратите внимание регулятора, если что-то не совпадает с заявлениями, значит, кандидатов и фактической стороны дела. Может быть, мы такое заявление организуем. Я еще подумаю на этот счет, любителя розовых мальчиках. Давайте будем основываться на заявленной кандидатом публичной информации, доступной. Значит, это уведомление в цик и не другие заявления. Вот это. Выведомление в цик и не имеют счетов, не хранят денежные средства и ценности в иностранных банках. И далее. Гурдин заявил, что они, эти счета являются транзитными, и их наличие некая банковская ошибка. После их счетов закрытия за один день. Ну, во-первых, чтобы совершить банковскую ошибку при закрытии счетов, нужно сначала счета иметь. Ну, как бы просто для начала, так как бы говорить, да? И, во-вторых, я не знаю, насколько плохо устроено банковское дело в Лихтенштейне. Давайте прикинемся, что берем кандидату президента Эрвпавла Гурдинова. Кто-то случайно, по ошибке, без его ведома. И так, чтобы он ничего об этом не знал на момент подачи своего заявления в цик. Открыл счета в частном на 47% и в остальном, находящемся в обшорном линии банки Лихтенштейна. И мы купили в ней евраболизации. Структурных нот и опционов на общую сумму по рыночной стоимости 5,519,177,690 рублей 0,0 копеек. Такое случайно, в каждом шагу практически достаточно вступить по вахту. То есть, знаете, им все даже не готов вступить в нее, несмотря на то, что этот долгонный розовый симулятор. Но боюсь, что со мной ничего подобного не случится. А вот с нашим дорогим другом Клубничным Джо, или может быть Клубничным Пэтом, как Паша трансформировалась в английском языке, я не знаю, приключилась такая беда. И это, конечно, отдельно интересно, в контексте вот его программных заявлений, что его подписи на миллиарды, оказывается, могут свободно распоряжаться где-то в Лихтенштейне. Это такое любопытное для президента качество потенциального. Но, предположим, что это правда случилось. Вот миллиардные счета по ошибке. И узнав об этом, кандидатка, он не сломался в австрию, чтобы резко закрыть все счета, вывести себя из-под удара, срочно продавал все ее агрегации, видимо, в жуткий убыток себе приведил, досрочно структурный ноток к подошению, исполнил все опционы свои и успел до момента регистрации вычисли химус воды. То есть порядка 5,5 миллиардов рублей должны, ну, в ближайших датах, зайти на российские счета честнейшего из всех кандидатов совхозного директора-коммуниста. И он должен еще раз подать все изменения в цикле в кроку сведения о помощице. Вот я с нетерпением этого жду, что деньги должны же вернуться в Россию, но вопрос о том, как они там оказались, вообще у него Детенштейн, учитывая, что он большой потериоз. Это как бы вопрос отдельный, но они должны вернуться в Россию в рамках председателя. Я полагаю, если еще мне к такому, я не знаю, пока не подросли, ищу кляр, ищу кляр, ищу кляр, ищу кляр, ищу кляр, ищу кляр. Ну, посмотрим, посмотрим, но вряд ли увидим. Потому что, скорее всего, мы увидим, вот как Порошенко сделан, то есть слепой траст, или на имена цена вечера, потому что у него, кстати, практика применимая им, он это делает. И это прогноз, которым, так сказать, наши штабы, я лично будем очень рады разочароваться, если дядя Паша Комничной Усики вернет в Россию деньги, каким-то образом выведем им за рубеж, и, например, раздаст их изначальным собственникам земли на продажи, которые все эти суммы заработаны. Это будет вообще мощнейший предвыборный ход, я с нетерпением жду. Это совсем не то же самое, что вот мешком готовки попрекать пенсионеров, в своих рекламных роликах, в которых ты вотнял собственности на миллионы. А вы работник с охотой? Да, работник, 42 года отработала. Нам дают овощи на всю зиму. Пенсионеры бесплатно. Ну ладно, это все прекрасно, но на тот случай, если мы герем, значит, миллиарды Грудинина ждем деньги в России. Но если мы все-таки герем, что это была бы коррегия тогда сочетания, хотелось бы прояснить ситуацию, да? Что это было? И руководствуясь вот опытом нашего эксперта в таких делах, мы пришли к выводу примерно следующему. Наконец-то прикрывая сами, уезжая, которым постоянно туда летает. Грудинин смотался в знакомый ему давно этот банк Лихтенштейна с целью сокрыть свои оформленные ярды за границей, чтобы они не попадали в объектив, в понимание СМИ, гражданской общества и СМИ, в Францаре. И именно поэтому он придет в эту самую Австрию, невзирая на явный вред для своей политической компании. Потому что он не такой депут, чтобы не понимать, что коммунистическому ректорату мне понравится отдых в Австрии, хоть ты лопни, хоть ты тресни. Он мог пропустить этот сезон совершенно легко. Пропустил бы сезон, ничего бы не случилось. В Австрии дядя Паша катается на лыжах. Ее пригласили, видимо, местные друзья, может быть, представители того самого офшорного банка, чтобы обкашлить на подъемнике между небом и земной вопросей, которые лучше помещение не обсуждают, да? И, по сути, от него там требовалась только подпись под документами, которые уже были местными офшор-мейкерами, офшор-майкерами разработаны. Эта система обнуление счетов. И вот актив вложений в 2 еврооблигации в размере 2 миллиарда 895 миллионов, 567 пин, 640 рублей миллионных копеек. Продается по опциону с премией 82 миллиона, с копееками не будем сейчас перечислять. Против структурный нот, это фактически предъявлено, что такое слово из 90-х помнит, на 200 еврооблиганных по завышению миллионала, с учетом на купонного дохода на определенную дату требования. И получается, что 2 миллиарда рублей 780 миллионов 740 тысяч 0,00000. То есть, внезапно на 1 миллиарда, на самом деле не 7, не 5, а всего около 3. Так что, господа грудинцы, мы убьемся за честное имя вашего директора. Скинули ему сумму объема выведенных средств немножко. Для дела может пригодиться. Далее, сумма с дисконтом к рыночной цене по ноте не верируется рыночной ценой еврооблигантов. Миллиардер теряет 353 миллиона 971 тысячу 280 рублей 0,00 копеек за закрытие своих счетов и ожидание лучшей погоды на вот этой структурной ноте. В надежде при финальном закрытии сделки получить 437 миллионов 484 тысячи рублей 0,00 копеек и свои обратно на 200 штук еврооблигации. За сопровождение при сомнительной сделке будет заплачена комиссия порядка 1 миллион 498 тысячи 60 рублей 0,00 копеек, это 0,05 процентов от сделки. Как раз примерно стоимость партии трактористов в девелковских проектах Сынишки Грудинина, она примерно вот эти полтора миллиона, да. И далее Грудинин просто кладет расписку в карман, рапортует цикл, обогнуление, счетов, пожалуйста, банковской ошибки в транзитном счете, при том, что ранее у него по заявленным документам счетов вообще нет, и транзитик нечего. Ну и вот еще что интересно, это я уже как, мне интересно, как вы данному технологу на самом деле. Где-то более приснил внимание к счетам Грудинина, товарищи вот раскопали, но другое нарушение выборного законодательства, которое он позволил себе допустить ранее. В 2016 году он избирался в Государственную Думу, кстати, не прошел, это чудо-то, не прошел. И он, естественно, подавал декларацию о имуществе, как и полагается. И вот в этой самой декларации почему-то нет никаких сведений ни о еврооблигациях, ни о счетах из Кинштейни, и почему-то информация о доходах сильно расходится с накоплением. Вот что господин Грудинин декларировал в 2016 году. Общий доход 11 миллионов, 118 миллионов, ЗАУСОВКОСИМ Минина, 4 кладов банка, Сбербанка, Уралсиб, ну вот здесь цифры перечислены, Уралсиба, 7,8 миллионов, 2,36 рублей. И ну, имущество акций ЗАУСОВКОСИМ Минина, ля-ля-ля-ля, много штук, участие в конечных организациях ОООТ, это 9-4 процента, ни о каких счетах иностранных банков не шло еще год назад. То есть в промежутке где-то между январем 2018 и 2016 это случилось. И пресса загадочным образом уходит от оценок. Они даже открыл счета, закрыл счета, заявил в цык, не заявлял в цык, на 7,5 миллионов рублей не навык. А открыл-то он их на какие-то шиши, он за 6 лет заработал в 157 миллионов по декларации, он за 2015-2011. Ему, чтобы на эти еврооблигации накопить нужно 200 лет работать, понимаете? И про кандидата в президенты и источники его средств, это всегда немаловажный вопрос. Трампу было нередко, выдранную данную знамку, если бы он так вытянул фокус. Понимаете? Так что мы еще не раз о нем все, как удивительное приключение Маригарха Грудинина. А пока я хочу, знаете, передать привет его штабу, и ксммщикам особенно, вот этим людям, зафравшим ботами все интернеты. Вы серьезно, блять, вы хоть гуглите иногда, с кем вы связываетесь? Потому что мы со штабом, знаете, что с вами делаем? Опять, как мы делаем? Ммм? Останьте от вас одна жопка. Хотите подобрать за этим? Подписывайтесь на мой канал.